Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду и его семье из Подвижника. И сказал, что они не пропустят, и они не пропустят, и они не пропустят. Правдив великий Аллах. Дорогие уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракету. Большинство из нас читают намаз каждый день, но мысли улетают снова, снова и снова. Вот меня спрашивают, шейх, как сохранять концентрацию в намазе? Как мне добиться смирения в намазе? Первонаперво, мои братья, мои сестры, поймите вот что. Намаз это самое важное. Самое важное, сразу после того, как ты уверовал в Аллаха и его посланника. Посланник Аллаха сказал, что у ислама пять столпов. Первый это свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Сразу после этого идет намаз. Почему так? Вот ты принял ислам. Сказал, я уверовал в своего создателя, в Аллаха. И теперь, чтобы тебе поддерживать связь с Аллахом, надо читать намаз. Но намаз намазу рознь. Вот, например, телефон, когда заряжаешь, если зарядка у тебя глючная, или провод на искре. Телефон иногда заряжается, иногда перестает. Потом раз, опять. Вы же понимаете, такими темпами долго вы заряжать будете, если вообще зарядите. Ну так вот, намаз нужен, чтобы установить связь с Аллахом и поддерживать ее. Вот попробуйте думать только об Аллахе, без перерыва, без отвлечений, одну минуту подряд. Такие ощущения после этого. Просто до мурашек. И после этого хочется еще больше времени с Аллахом провести, не минуту. Если вы прочитаете намаз, концентрируясь только на том, что говорите в намазе, это несколько минут. Удовольствия, которые вы получите, друзья мои, нельзя будет сравнить ни с каким другим удовольствием в этой жизни. Я вам клянусь Аллахом, нет ничего подобного. Ни наркотики, ни женщины, ни мужчины, ни деньги, ни машины, ни спорт, ни слава. Любое удовольствие вспомни, и оно не сравнится со сладостью осознанного поклонения. Ничто вам не принесет такого удовлетворения, как провести несколько минут, непрерывно концентрируясь на поминании Всевышнего Аллаха. Намаз отличается от всех других видов поклонения. Вот смотрите. Когда Коран читаете, или когда делаете викр, Аллаха поминаете. Говоришь, Субханаллах, Альхамдулилях, язык двигается. Когда милостыню даешь, рука двигается. Когда постишься, твое тело не ест и не пьет, но думаешь о чем хочешь. В хадже разговаривать можно. Смотреть по сторонам, когда обходишь вокруг священной карбы. А намаз – это единственное поклонение. Когда язык, пальцы, руки, нос, лоб – все твое тело. И твой разум полностью должно быть смиренно перед Аллахом. Не отвлекаешься, не крутишь головой, не разговариваешь, никому больше внимания не уделяешь, кроме Всевышнего Аллаха. Вдумайтесь, какую сильную связь с Аллахом через намаз можно установить. И это всего лишь за несколько минут непрерывной концентрации на поминании Аллаха. А представьте, если полчаса, а если час проведете непрерывно, думая только о поминании Аллаха. Какая связь будет? Вы представляете, что это вам даст? Какую внутреннюю силу Аллах даст вам? Какое спокойствие, умиротворение, Аллаху Акбару? Даже если всего несколько секунд будете не отвлекаясь поминать Аллаха, Он вселит такое спокойствие в ваше сердце, какое ничто другое не даст. И это мы пока только говорим о минутах. Жена пророка Айша, довольство Аллаха ей, часто сидела или лежала и просто смотрела, как пророк молится. Намаз его был так прекрасен. Она просто наблюдала, как посланник Аллаха читает намаз. Вот я любил сидеть за своим шейхом, муфтием Рашидом Рахманом Фаруком из Бангладеша. Я просто сидел за ним, любил смотреть, как он читает намаз. Это нечто особенное, когда смотришь на человека, который смиренно молится, когда все его тело спокойно, смиренно перед Всевышним Аллахом. Вот некоторые как намаз читают? Смотрите на меня. Тело слегка покачивается. Когда мой шейх намаз читал, он не качался. Он просто стоял. Просто стоял. Такой умиротворенный. И поясной поклон он делал так плавно, спокойно. Было видно, что он наслаждался каждым моментом своего поясного поклона Аллаху. И вот когда смотришь, как человек читает намаз вот так, сам удовольствие получаешь, а теперь представьте ему каково. И когда опускался в земной поклон. Вот люди как поклон делают? А он? И когда так читаешь, ты по-настоящему наслаждаешься, простирая руки на коврике, опуская нос и лоб. Получаешь удовольствие от каждого мгновения. Это уже нечто иное. А еще удовольствие Аллаха ей говорило. Не спрашивайте меня, какими прекрасными и длинными были намазы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк любил растягивать свои намазы. Он читал их так долго, что стопы его опухали. Она говорила. О, посланник Аллаха, разве Аллах не простил тебе все прошлые и будущие грехи? А ты так себя изводишь. А он ей сказал, разве я не должен быть благодарным рабом? Пророк Мухаммад любил Аллаха. Он хотел показать ему, как он ему благодарен. За все милости, которые он ему даровал. Хоть его стопы и опухали, он все равно наслаждался намазом. При пророке сподвижник был Беляль. Он все время азан провозглашал перед намазом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не говорил ему, Беляль, иди прочитай призыв на намаз. Он говорил, дай нам отдохнуть намазом, о Беляль. Беляль, прочитай азан, чтобы мы отдохнули в намазе. Вот нас суета окружает. Люди, проблемы, дела, да чего только нет. И в намазе пророк отрезал себя. От мирского. Забудем про этот мир на некоторое время. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Посланник Аллаха называл намаз «прохлада моих очей». Пророк в намазе чувствовал себя, как рыба в воде. Когда рыбу вытаскиваешь из воды, она чувствует себя не в своей тарелке. В воде она плавает, там ее жизнь. Достаешь ее, она начинает судорожно бить хвостом, воду хочет. Когда он заканчивал намаз, он ждал наступления следующего намаза, чтобы снова отдохнуть. А многие так к намазу относятся. Да поскорей бы он уже закончился. Так, это все, давай, короче, по-быстрому прочитаем. Ага, сейчас я приду, намаз по-быстрому прочитаю. Ща иду. Ничего себе, какой гол забил, ого. Ого. Не, ну вот гол был, ого. Так, какую бы суру покороче выбрать? Так, или «Валь Асур», или «Инна Аа Тойна», или «Куль Ху Аллаху Ахад». Я вот только эти три выучил. Какую бы выбрать, чтобы покороче было? Смотря как спешу. Если не очень, то читаю суру «Валь Асур». Если спешу, читаю «Куль Ху Аллаху Ахад». А если сильно спешу, то «Суру Кяусар», там всего три аета. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он поскорее хочет от намаза избавиться и к мирскому вернуться. С точностью да наоборот, как пророк читал. Он наоборот спешил на намаз, чтобы отдохнуть в нем. Чтобы успокоиться. Братья, сестры, задайтесь вопросом, почему Аллах велел нам читать намаз? Не чтобы обременить нас, а чтобы через намаз дать нам силу, которую вы даже не представляете. Духовный свет, благодать, милость. Ничто вам больше не даст такого ощущения, как намаз. Когда ты чувствуешь свободу, спокойствие. Вне намаза ты работаешь, что-то делаешь, но в намазе ты отрезаешь себя от всего этого. И вы тем самым готовитесь. Вы готовитесь к самому трудному дню, который наступит для человечества. К судному дню. Когда мы все предстанем перед Всевышним Великим Аллахом. Для человека есть несколько трудных моментов. Первый – смерть. Ожидание судного дня. За допросом ангелов. И третье – судный день. И большинство людей больше всего боится предстать перед Аллахом. И мысли об этом помогут тебе сосредоточиться в намазе, смирение сохранять. Сам Аллах в Коране нам об этом говорит. Сура корова, аят 45. Прибегайте к терпению и к намазу. Поистине, намаз – тяжкое бремя для всех. Кроме смиренных, чье сердце смирилось перед Всевышним Аллахом. Смирение есть внешнее, а есть внутреннее. Когда намаз начинаешь, складываешь руки. Разные мнения есть, где складывать. Здесь, здесь или по бокам. Сейчас не об этом. Ты стоишь, не двигаешься, головой не крутишь. Это внешнее смирение. А внутреннее – это когда твое сердце смиренно. Когда ты сосредоточен только на поминании Аллаха. Только на этом концентрируешься. Аллах требует от нас и то, и другое. Оба смирения важны. И после слов о том, что намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, Аллах говорит. Те, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом. И что они возвратятся к Нему. Нужно бояться этой встречи. И с другой стороны, желать ее. Должен быть и страх, и надежда. Одновременно. Ты боишься предстать перед Аллахом. Но надеешься на Его милость. Естественно, когда намазы не пропускаешь, больше оснований для надежды. И ты желаешь встречи с Аллахом, потому что любишь Его. Мои братья, мои сестры, с этого дня твердо вознамерьтесь, что вы попробуете это, хоть на несколько секунд. Или несколько минут. Вы почувствуете то, что еще не чувствовали. Вы подумайте, как я раньше жил. Без таких моментов. У меня, у вас. Есть проблемы в жизни. Но когда мы встаем на намаз, мы должны от них абстрагироваться. И вставать на намаз так, мол, вот он я, Господи. Не буду о проблемах думать. А ты реши их, пожалуйста. Мы не должны брать с собой в намаз все эти проблемы. Если придешь с ними, ты будешь читать намаз и думать, о боже, как же мне это решить. О боже, что делать-то? С этим, что делать с тем? Ты притащил в намаз все свои проблемы. Конечно, он тебе отдыха не принесет тогда. Дверь спокойствия для тебя будет закрыта, пока не отпустишь это на время намаза. Прекрати об этом думать. Остановись. Настрой себя так. На время намаза я себя изолирую от мирских тревог. Я приду к Аллаху и скажу ему, О Аллах, помоги. Или просто приду к Аллаху с мыслью, что я люблю тебя, О Аллах. Спасибо тебе за все. Благодарю тебя за все, что ты дал мне. За жизнь, за детей. И благодарность моя будет в том, что я буду смиренен в намазе. Вот многие говорят, Аллах не отвечает мне. Я уже столько времени намаз читаю, прошу Аллаха, но он не отвечает мне. Возможно, это потому, что намазы поверхностны. Самый простой уровень поминания Аллаха, это когда язык шевелится, а разум отовлечен. Уровень выше, это когда молча думаешь об Аллахе. Но наивысший уровень поминания Аллаха, это когда задействованы и разум, и язык. Вот к этому и надо стремиться в намазе. Когда и язык, и разум поминают Аллаха. Что получил тот, кто обрел все, потеряв Аллаха? И что получил? Тот, кто потерял все, но обрел Аллаха. Мои братья, мои сестры. Намаз это то самое, за что Аллах в судный день спросит нас первее всего. Аллах говорит в Коране, что он в судный день выявит все, что было в сердце человека. Представь, в судный день ты придешь к Аллаху, и он покажет тебе твои намазы, во время которых ты думал о своей учебе, о больной матери, об экзаменах, о машине, которую хотел купить. Думал о работающей стиральной машине, когда она остановится. Думал о свадьбе, на которую тебя пригласили. Ты думал, как надо бы перед зеркалом прихорошиться. Обо всем этом ты думал в намазе. Представь, как стыдно тебе будет с такими намазами к Аллаху прийти. И чтоб так не было, сегодня я даю вам лекарства. Аллах говорит, что в судный день Их голоса перед милостивым будут смиренны. И ты услышишь только тихие звуки. В этот день абсолютно все будут думать только об Аллахе. Все. О Аллах, о Аллах, прости, прости меня. Аллах, прости, верни меня обратно. Аллах, пожалуйста, не наказывай. О Аллах, пожалуйста, будь милосерден ко мне. В судный день каждый будет поминать Аллаха. Неверующие, верующие, грешники, те, кто не молился, те, кто молился, все будут думать только об Аллахе в тот день. Это здесь мы его забываем. И Аллах говорит, только тихие звуки. Все голоса будут смиренными. Люди будут смиренны перед милостивым. Будут просить его. О самый милостивый. О самый милосерднейший из милосердных. Когда настанет моя очередь спроса, пожалуйста, не наказывай. Отправь меня обратно в мирскую жизнь. Дай мне еще один шанс. Аиша довольство Аллаха ей спросила. Мол, о посланник Аллаха, а вот в судный день же все голые будут. Мужчины разве не будут смотреть на женщин? Он сказал ей, что в судный день у каждого своих забот будет сполна. Настолько суров день этот будет, что глазеть на голых даже в ум не придет. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Единственное, о чем человек будет думать, это «О милостивый, о милостивый, пожалуйста, только не я, пожалуйста, кто угодно. Только не я, только не в адский огонь. О Аллах, не наказывай, верни меня обратно. Я буду лучше всех поклоняться». И вот представьте, наступит наша с вами очередь. Представь перед Аллахом. И Аллах скажет «О, такой-то, такой-то». Помнишь? Телефон, который у тебя был. Кто его дал тебе? Мы скажем «О, Аллах, ты дал мне его». Кто дал тебе деньги купить его? «О, Аллах, ты дал деньги». Кто давал тебе деньги на развлечения? «О, Аллах, ты давал». Кто машину тебе дал? «О, Аллах, ты дал». Кто дал мужа, жену, детей? «О, Аллах, ты дал». И ты на деньги, которые я дал тебе, используя телефон, который я дал тебе, делал все это? Вон стой занимался этим. Ты к своему мужу плохо относилась. Ты относился плохо к жене. И ты не сможешь ничего скрыть. Там не получится сказать, как полиции. О чем вы говорите? Не нарушал я? Где ваша камера? Ты стоишь перед Господом миров, который создал души. Твой разум, твой язык, который создал каждый орган, каждую клетку твоего тела. И представь, как стыдно тебе будет стоять перед ним. При всех твоих грехах. А вот представь, если б в судный день Аллах сказал тебе. Ну давай, отправлю тебя назад. В 29 июня, когда слушал лекцию о смирении в намазе, я дам тебе шанс показать мне, каким смиренным ты будешь. Клянусь Аллахом, братья и сестры, если бы вернулись, если бы Аллах дал нам такой шанс, наш намаз был бы таким, как никакой другой намаз. Мы бы читали намаз с таким смирением ото всего сердца. Мы были бы готовы на все ради Аллаха. Хотя возврата назад с того света не будет, но вы можете представлять это, чтобы проснуться. Смирение в намазе – это показатель благодарности. Смиренным намазом ты показываешь Аллаху, О, Аллах, ты дал мне жену, а я не буду о ней думать. На время намаза я отключу свое сознание ото всего мирского. Ты дал мне телефон, я забуду про свой телефон. Ты дал мне телевизор или видеоигры, я забуду об этом на время намаза. Ты мне дал приятных людей, я не буду о них думать во время намаза. Не буду думать о своей семье, я абстрагируюсь ото всего, что так люблю. От детей. Что самое любимое? имущество и дети. Аллах говорит. Это сура лицемеры. О те, которые уверовали, не позволяйте имуществу и детям отвлекать вас от поминания Аллаха. А кто поступает так, те потерпят убыток. Намаз начинается словами Аллаху Акбар. Это превосходная степень, то есть Аллах более велик, чем что, чем все остальное, чем я, чем любые мои проблемы. В намазе Аллах говорит с нами, когда мы стоим перед Аллахом и говорим с именем Аллаха, милостивого. Милосердного. Здесь остановитесь на несколько секунд. Вдумайтесь, осознайте, вся хвала принадлежит одному лишь Аллаху, Господу миров. Пророк говорил, что в этот момент Аллах отвечает нам с вами. Мой раб восхвалил меня. Милостивому, милосердному. Здесь тоже, остановитесь на пару секунд. Пророк говорил, что в этот момент Аллах отвечает, Мой раб воздал мне большую хвалу. Малик, то есть царь, дня воздаяния. И здесь тоже, друг мой, сделай паузу. Хоть на секунду, вдумайся. Аллах отвечает. Аллах отвечает, «О Аллах, веди меня прямым путем». Путем тех, кого ты облагодетельствовал. Это пророки, праведники, правдивейшие, мученики. «Гайрил макбуби алейхим валавдарим». А не путем тех, которые под твоим гневом. И не путем заблудших. И когда после фатихи мы прочитали суру, мы делаем поясной поклон. Посланник Аллаха, салаллаху «Субхана» значит «пречистота всех недостатков». «Рабби яль азим» значит «Мой Господь величайший». Ты признаешь, что Аллах совершенен, а ты несовершенен. Ты ошибающийся, преклоняешься перед Аллахом, выражаешь Аллаху свое почтение. Слышит Аллах тех, кто его восхваляет. «Господь наш, только тебе хвала». «И совершаешь земной поклон». В Сахихе Бухаре говорится, что пророк учил, что руки в земном поклоне держать нужно вот так. Твой нос на земле, твой лоб на земле, пальцы на ногах должны быть направлены в сторону Кабы, мои колени на земле. Тем самым ты как бы говоришь «О Аллах, мне уже некуда быть ниже перед тобой». «Субхана Рабби аль а ла Субхана Рабби аль а ла Субхана Рабби а ла Причист, Господь мой Всевышний. Причист, Господь мой Всевышний. Причист, Господь мой Всевышний». Повторяешь это снова и снова, пророк сказал «Акربу ма якуну лабду мин Рабби фи салати». Или примерно так. Это в хадисе Бухаре. Ближе всего раб находится к Аллаху в земном поклоне. Ближе уже некуда. Если будете читать намаз сконцентрированно, смиренно, то в земном поклоне на вас такое умиротворение найдет, что вы не захотите вставать из поклона. Братья и сестры, делайте то, чему я вас научу сегодня. Я много раз это делал. В Лондоне, в разных странах. Намаз, который я покажу вам, я уже показывал. И взрослым, и детям вы почувствуете то, что еще никогда не чувствовали до этого. Однажды, полтора месяца, мои ученики и ученицы читали так. В моей академии Сафар. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Мы вели журнал, записывали в процентах, насколько удается быть смиренным. Во время намазов. Поначалу у всех было около пяти процентов. Если я вас спрошу, насколько вы смиренны, вы скажете, примерно от пяти до двадцати пяти процентов времени, проведенного в намазе, вы бываете смиренны. Потом мы довели до пятидесяти. У всего класса показатель концентрации в намазе был пятьдесят процентов. И так, неделя за неделей полтора месяца. На третью, четвертую неделю у всего класса было около пятидесяти процентов. Дома они тоже читали по такой технике. Фаджр, Зухр, Асур, Магриб, Айчая. Все намазы. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Читали сконцентрировано. И на третью, четвертую неделю я спрашивал их, вы заметили какие-то изменения в жизни? И причем это все было в северном Лондоне, в этом Каферистане. Примерно через месяц один ребенок говорит, я кое-что заметил, я утром проснулся в школу позже, чем нужно. Я точно знал, что опоздаю. Там нереально было не опоздать. Даже если бы побежал, все равно опоздал бы. В итоге я просто пошел. И он говорит, я дошел до школы где-то минуты за две. Поверить не мог. Как так получилось, что время как будто растянулось? Еще у одного ученика спрашиваю, заметил что-нибудь? Ему 13 лет. Я сразу говорю, не факт, что Аллах и вам то же самое даст. Аллах не дает всем все подряд, по мудрости. Но Аллах даст вам то, что вы никаким получите. Я, говорит, был дома и играл с 9-летним братом в PlayStation. А она у нас постоянно ломалась. А какой старый дедовский способ починить? Она работать начинает. Ну так вот. Денег нет на ремонт. В итоге остается по ней постучать. И говорит, мой брат, когда я его на мазу научил, говорит мне, погоди, не бей PlayStation, не трогай ее. А че такое, говорю? Сейчас я, говорит, два рака-то прочитаю. Прочитал, и она заработала. И каждый раз, когда PlayStation ломалась, он читал два рака-то, и она начинала работать. Аллаху Акбару. Это, конечно, не чудеса сподвижников, или приближенные Аллаха, летящие по воздуху, но согласитесь, это что-то неординарное. Потом тот же самый мальчик говорит мне, произошло кое-что странное. Мы с мамой и с братом пошли в торговый центр. У мамы багажник в машине заклинило, не могла открыть его. Начала паниковать, кому звонить, и братишка его, девятилетний, говорит, мам, подожди здесь, не звони никому. Два рака-то, говорит, почитаю. И когда он дал салям, взялся за ручку багажника, и он открылся. Аллаху Акбар. Вот когда веришь, Аллах чудеса творит. А на сподвижников пророка посмотреть, у сподвижника одного высохла земля. И иудей один начал над ним издеваться. Мол, смотрите, поменял религию, и земля высохла. И сподвижник на этой сухой земле прочитал два раката и попросил у Аллаха, мол, о, Аллах, он высмеивает мою религию. Прошу тебя, дай мне воду. И не успел он закончить дуа, как поток воды. Ударил из-под земли перед ним. Аллаху Акбар. Хочешь чего-то от Аллаха, Аллах даст тебе через намаз. А если даже не даст по своей мудрости, глубочайшее спокойствие почувствуешь. Я хочу для вас провести демонстрацию такого намаза. Когда я буду это показывать, сделайте одну важную вещь. Самый простой и быстрый способ установить связь с Аллахом, вот какой. Перед тем, как начать читать намаз, представьте, что вы стоите перед Аллахом в судный день. Вот именно то, о чем я говорил вам чуть ранее. Представьте, что вы на судном дне, что вам нет дела ни до чего больше. Вы думаете только о себе. Я стою перед Аллахом, и мне так стыдно и страшно, что я могу попасть в ад. И Аллах говорит мне, даю тебе шанс. Прочитай один намаз как следует. И в этот момент прошлое не важно. Вот скажите, братья и сестры, что бы ни происходило в вашей жизни, когда вы будете стоять перед Аллахом, это будет иметь значение. Что у вас? В интернете что-то не скачивалось? Сейчас тебе это кажется таким важным. Блин, да че не скачивается? 10 минут прошло. Че такое с интернетом? Все еще не скачалось. Или то, что машину не купишь? Или то, что ты испортил какую-то дорогую, хорошую одежду? Будет иметь значение, что тебе кто-то из членов семьи нанес какую-то обиду? Будет это важно, когда ты будешь стоять перед Аллахом? Вот прямо сейчас, если придет ангел смерти, будет ли иметь значение, как я выгляжу? И то, как на меня смотрят другие люди? Будет иметь значение, сколько ты прихорашивалась? Будет важно, сколько ты значишь для своих друзей? Будет ли что-нибудь из этого значить что-то? Нет. Единственное, что будет иметь значение, это я, я и я. И все. Какие поступки я принес с собой в вечный мир? Так вот, представьте, братья и сестры, вы находитесь на судном дне. И Аллах вернул вас на два раката. Как ты прочитаешь эти два раката? Насколько усердно посланник Аллаха салаллаху алейхи у салям сказал, кто совершит омовение должным образом и совершит два раката намаза, думая только об Аллахе, чтоб сердце ни на что больше не отвлеклось от Аллаха. Человеку за такой намаз пророк сказал, рай станет обязательным. Этот хадис в сборнике Бухари. Сделайте намерение, что сейчас прочитаете два раката вместе со мной и постарайтесь не думать ни о чем кроме Аллаха. А после этого я еще расскажу вам о разных приемах, которые помогут сохранить концентрацию в намазе. Вообще, намаз надо читать с открытыми глазами, потому что так читал посланник Аллаха. Салаллаху алейхи у салям. Но, если вы лучше концентрируетесь в намазе с закрытыми глазами, то читайте с закрытыми. Тогда можно. Но вообще, постепенно привыкайте читать намаз с открытыми глазами. Хотя бы, если они у вас будут немного приоткрыты. Чтобы видеть место земного поклона, пророк смотрел на него. Закройте глаза и думайте только о Всевышнем Аллахе. Вот вы на судном дне перед Всевышним Аллахом. Не важно ничто. Важен только Аллах. 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 Аллах смотрит на меня. 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 Аллах! Аллах! Субтитры делал DimaTorzok Аллах смотрит на меня. Аллах смотрит на меня. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Только я и Аллах. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Только я и Аллах. Повторяйте за мной. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Только я и Аллах. Давайте, насчет три. Раз, два, три. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Только я и Аллах. Ещё раз. У меня нет прошлого. У меня нет будущего. Только я и Аллах. Вернись с того света и прочитай два раката ради меня. А теперь, братья и сёстры, можно прочитать два раката. Лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, что... Задам несколько вопросов. Кто ощутил спокойствие в намазе? Поднимите руки. Почти все подняли руки. Такой результат я видел много раз в разных странах. Всегда один и тот же ответ. У кого? Этот намаз был определённо медленнее, чем ваш обычный намаз. Поднимите руки. Вот именно. Поняли почему? Ключ к смирению в намазе – это замедление. Причём, смотрите, разве я вам говорил замедляться? Вот скажите. Нет. Я специально не говорю это. Если бы я попросил, вы бы сказали, мы замедлились, потому что ты попросил. Здесь человек 700-800. И ни один человек не читал намаз торопливо. Это о чём-то говорит? Когда вы читаете намаз медленнее, легче быть смиренным. А если спешите, разум отвлекается. Ещё один вопрос. Кто хотел бы, чтобы каждый его намаз был, как этот намаз, всю жизнь, если пожелает Аллах? Вот несколько способов для этого. Аллах в Коране говорит. Как только завершишь намаз, усердно взывай к Аллаху с молитвами. И в суре женщины Аллах говорит. Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лёжа на боках. Почему Аллах это говорит? Если вы действительно хотите стабильно сохранять смирение в сердце, и после лекции, и в намазах, и между намазами, помните, я предстану перед Аллахом. Аллах смотрит на меня, я буду отвечать перед Ним. Чем больше вы будете поминать Аллаха вне намаза, чем больше будете думать об Аллахе вне намаза, тем больше автоматически вы будете думать об Аллахе в намазе. А чем больше будете думать о деньгах вне намаза, тем больше и в намазе будете о них думать. Чем больше будете смотреть фильмы, тем больше и во время намазов будете кино смотреть в голове у себя. Хочешь ты этого или нет? Пойдут картинки, но эту череду мыслей можно остановить. Это ключ. Скажите себе. Если сможешь отрезать прошлое и будущее, представь, что их не существует. Есть только здесь и сейчас, ты и Аллах, и все. И Аллах смотрит на меня, Аллах смотрит на меня, Аллах смотрит на меня. Думай об этом в каждом намазе. Люди, которых я научил читать намаз вот так, благодарят. Говорят, когда я стал намаз читать так, мне стало так хорошо. Мне говорили, не хочется вставать из земного поклона, настолько хорошо. Один человек сказал, я читаю намаз в таком режиме, полной концентрации, чтобы отдохнуть от быта, от суеты. Разные вещи люди говорили, из-за чего они читают намаз именно вот так, полностью сосредоточенно. А таким он и должен быть. Нужно знать перевод намаза, осознавать, что говоришь. Но если не знаете перевода, то думайте, Аллах смотрит на меня, Аллах смотрит, вот так. Но вообще надо знать, что значит «Альхамду лилляхи Роббил Алямин», что значит «Ар-Рахманил Рахим», смысл знать. Всячески побуждаю вас к этому. Но если пока не выучили, то просто думайте о том, что Аллах смотрит на вас сейчас. Говорите «Альхамду лилляхи Роббил Алямин», а сами думаете «Аллах смотрит на меня». Говорите «Субахана Робби Аль Азим», а сами думаете «Аллах смотрит на меня». Постоянно помните об этом. Особенно явно вы прочувствуете эффект от такого сконцентрированного намаза. В ночное время, когда темно, тихо, никто вас не видит. В последней третьей ночи Аллах обращается к вам. В хадисе Бухаре говорится, что пророк это сказал. В последней третьей ночи до рассвета Аллах говорит. «Кто попросит меня, я дам ему». «Кто попросит меня о прощении, я прощу ему». Еще один способ – облегчить концентрацию в намазе. Надо, чтобы перед глазами не было ничего такого, что отвлекает вас. В телефоне, звуки уведомлений. Как-то посланнику Аллаха, салаллаху алейхиусалям, подарили одежду. И на ней что-то такое было спереди, что отвлекает. Пророк прочитал намаз в ней, потом снял и сказал. «Верните ее. Она отвлекла меня от намаза». Он не хотел человека обидеть, поэтому сказал, мол, дай что-нибудь попроще. Если завязки на капюшоне толстовки болтаются, когда вы поясной поклон делаете, тоже нежелательно. Вообще, все, что отвлекает. Перед зеркалом читать намаз нежелательно, потому что это отвлекает. Еще пророк говорил, что когда встаете на намаз, не должно быть желания справить нужду. Это тоже отвлекает. Ты не сможешь сконцентрироваться, если в туалет хочешь. Голодным тоже не надо намаз читать, если, конечно, это не пост. Пророк сказал, если наступил Магреб, то есть солнце зашло, но уже еда на столе, то сначала надо поесть, а потом уже читать Магреб. Это говорится в сборнике Сахих Муслима. И постепенно какие-то раздражающие факторы уже перестанут отвлекать вас. Концентрация будет устойчивой. Выработается навык. Еще помогает, когда разные суру читаешь. Еще вот, допустим, читаете вы трижды Субхан Руби Аль Азим в поясном поклоне или Субхан Руби Аль Аля в земном. А вы читаете пять или семь, девять, одиннадцать, тринадцать. Это тоже помогает сконцентрироваться. Еще помогает, когда в намазе представляешь, что за спиной стоит ангел смерти. И это последний намаз. После него ангел заберет душу. Еще помогает представлять, что справа рай, а слева ад. Еще помогает до намаза уделить время поминанию Аллаха. Просто повторяйте. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И потом начинайте читать намаз. Ну и, конечно, если между намазами будете Аллаха поминать чаще, тогда и в намазе смирение будет. И станет намного легче остерегаться от греха. Аллах говорит в Коране. Поистине, намаз оберегает от распутства и мерзости. Так вот здесь как раз речь о таком намазе, сконцентрированном и смиренном. Такой намаз оберегает от распутства и мерзости. Если сильно хочется совершить какой-то грех, прочитайте вот такой намаз. И вас отпустит, иншаллах. Еще помогает смирению в намазе, когда вы читаете намаз концентрированно в одном месте, стабильно. И потом в другом месте, если намаз читаете, думайте о том месте. Ассоциативный рефлекс. Когда в шумном месте читаете, представляете, что находитесь там, где всегда читаете смиренно. Когда придется в гостях намаз читать на праздники. Еще можно выучить для намаза аяты, такие, которые тебя цепляют, усиливают богобоязненность, да мурашек пробирают. Вот конкретно такие аяты выучить, естественно, вы смысл их уже будете знать. Спасибо, что пришли. Да воздаст вам Аллах благом. Хвала Аллаху. Лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите. Надеюсь, иншаллах, что лекция была полезной. Надеюсь, будете молиться за меня. Если у вас будет получаться на 100% погружаться в намаз, каждый раз будет великолепно. Как только вы это вкусите, уже не захотите оставлять. Тахаджут пропускать не захотите, еще какие-то намазы. Когда молиться будете, каждый раз так хорошо будет. Молитесь, не спеша, вошли в намаз. Тщательно читаете, со смирением. Почему я это говорю? Потому что я хочу, чтобы все в мире это попробовали. Я такие лекции не раз и не два уже проводил. Сегодня времени не хватило, чтобы на практике показать. В разных странах давал лекции об этом. Когда у человека получается на 100% сконцентрироваться, хотя бы на протяжении двух ракатов. О, знаете, какое удовольствие, будто на гору взобрался. Будто завоевал крепость. Это так будоражит, что весь свой намаз вы прочитали от Аллаху Акбар, до, ассаляму алейкум у рахматуллах, ни о чем не думали, кроме Аллаха. Знаете, что пророк Мухаммад говорил? Кто как следует возьмет омовение и прочитает два раката намаза ради Аллаха, и при этом в его сердце мысли будут только об Аллахе. Если он так прочитает намаз, войдет в рай. Аллах введет его в рай. То есть, когда в следующий мир попадете, Аллах дарует вам рай за такие два раката. Видите, что можно получить? Я бы хотел, чтобы каждый мусульманин намаз читал вот так, а не как бремя. Да воздаст Аллах благом. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату.